Рецензируемый научный журнал КФУ вошел в Скопус, став одним из 25 российских журналов, который вошел в эту базу данных. И, с другой стороны, привлекать как авторов ведущих мировых ученых, которые будут тоже привлекать результаты своих исследований и делать их доступными для российских ученых. Журнал образования и саморазвития был основан в 2006 году членом Российской академии образования, доктором педагогических наук, профессором КФУ Валентином Андреевым. На данный момент главным редактором журнала является приглашенный профессор Казанского федерального университета Ник Ражби, который более 20 лет являлся главным редактором высокорейтингового журнала British Journal of Education Technology. В течение почти трех лет он как раз таки реализовывал свое видение, а опыта у него не занимать, у него масса контактов, это признанный ученый, и мы смогли вот благодаря его капитанской вот такой функции, да, смогли, наверное, пройти все эти сложные этапы. И мы стали, по сути, первым российским журналом, который в области педагогики, который открыто признал свои предшествующие ошибки. Участие 21 вуза, в том числе и Казанского федерального университета в программе 5.100, цель которого максимизация конкурентной позиции группы ведущих российских университетов на глобальном рынке образовательных услуг и исследовательских программ, поставило перед университетом новые задачи, которые были направлены также на структурные идеологические изменения журнала образования и саморазвития. За три года научный журнал образования и саморазвития Казанского федерального университета прошел нелегкий путь. Вольное сетевое сообщество Диссернет в свое время признал журнал одним из слабых в своем направлении. В связи с этим редакционной коллегии предстояло пройти этап трансформации, который был направлен на исправление ошибок. Мы обратились с письмом в Диссернет о том, что журнал сейчас честно поработал, и мы готовы двигаться дальше. И действительно на всех конференциях, которые проводят Анри, теперь уже приводят именно наш журнал в качестве примера, потому что не все журналы, которые вошли в этот список, вообще занялись процессом исправления журнала. На данный момент миссия журнала образования и саморазвития связана с ориентацией Казанского федерального университета на интеграцию в мировое образовательное и научное сообщество. Еще раз отметим, рецензируемый научный журнал Казанского федерального университета образования и саморазвития стал вторым российским журналом в направлении образования, который вошел в базу данных с КОПУС. Диана Шилова, Леонард Олесьяров, Универньюз.